Предостеречь себя от коронавируса можно. Главное, соблюдать советы и рекомендации медиков. Об этом подробнее поговорим с нашим корреспондентом из Керчи Дарьей Зиминой. Она с нами на прямой связи. Даша, здравствуйте. Что же делают в Ленинском районе и соблюдают ли меры профилактики жители? Доброе утро, коллеги. Да, вы правы. От вируса можно защититься, если выполнять комплекс необходимых мероприятий. Это не только носить маску, мыть руки с мылом, обрабатывать их санитайзерами и антисептиками, делать дома уборку. Очень важно в период всеобщей самоизоляции, когда, казалось бы, все жители остаются дома, проводить санитарную обработку мест общего пользования. Скамеек детских и спортивных площадок, а также дезинфицировать дороги, остановки и подъезды. Вся эта работа ведется и в Ленинском районе. Там на сегодня не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом. Однако под медицинским наблюдением остаются 32 человека. Все они находятся на домашнем карантине. Кроме этого, в каждом населенном пункте созданы рабочие группы, которые проводят рейды в поисках нарушителей указа главы республики. К сожалению, сейчас на улицах можно встретить тех, в большинстве случаев тех, кому запрещено выходить. Это пожилые люди, старше 65 лет, они находятся в зоне риска. Поэтому предприниматели и волонтеры помогают своим подопечным и бесплатно доставляют им продукты и лекарства. Более подробно о том, как живет Ленинский район в условиях строгой самоизоляции, можно узнать у главы администрации Екатерины Юровских. Коллеги, у меня на этом все. Желаю вам хорошего настроения. Берегите себя. Вам слово. Спасибо большое. Да, даже спасибо большое. Желаем тоже беречь себя и быть здоровой. Я абсолютно верно. Прямо сейчас и пообщаемся, друзья, с Екатериной Юровских, главой администрации Ленинского района. Узнаем, какая же обстановка и какие меры профилактические проводятся в регионе. Здравствуйте. Екатерина, доброе утро. Во-первых, спасибо большое, что нашли время выйти с нами на прямую связь. Ну а во-вторых, хочется узнать, действительно, какая же обстановка в регионе и какие меры профилактики проводятся в Ленинском районе. Доброе утро. По состоянию на текущее время, действительно, под динамическим медицинским наблюдением находятся 32 жителя Ленинского района. Заболевших, новой коронавирусной инфекцией на сегодня не выявлено. Самое главное, что уже на текущее время посылковыми властями проведен мониторинг исполнения указа главы республики со всеми вступившими изменениями. На текущее время нарушений не выявлено. Все магазины, которым разрешено работать, работают. Те, которые не осуществляют торговлю товарами первой необходимости, закрыты. На улице людей мало, и все немногочисленные жители, которые вышли сейчас на улицу, находятся в масочках. Как видно, тоже у нас по ситуации проводится и дезинфекция транспортных средств, и помещения многоквартирных домов. Начали активно проводить влажную уборку детских площадок общественных территорий. Транспорт входит в штатном режиме по вновь утвержденному графику с 6 до 10 утра. Мы заметили сегодня, что машин стало поменьше. Активно используем звуковую систему оповещения, где жителям и гостям Ленинского района рассказывается о том, что необходимо соблюдать самоизоляцию, не выходить на улицу. Только с тем, что необходимо что-то купить, либо добраться до места работы. А по поводу вот той категории граждан, которые, к сожалению, особо нуждаются в нашей поддержке в данный момент, я говорю о людях, которые находятся в группе риска, о пожилых. В вашем регионе также работают волонтерские службы для их поддержки, для того, чтобы помогать им? Конечно. Волонтеры работают из числа депутатов районного и посылковых советов. Это и волонтеры движения «Мы вместе». Районная администрация подключилась максимально к этому движению. Благодаря предприятиям и предпринимателям Ленинского района мы можем осуществлять эту поддержку. Все поступающие заявки исполняются. И, кроме того, проведен мониторинг всех списков малоимущих, многодетных семей. И те, кто нуждается в поддержке, мы инициативно в телефонном режиме обзваниваем такую категорию граждан. И тем, кто нуждается в помощи, мы ее оказываем. Помощь состоит пожилым людям, если необходимо заплатить за коммунальные услуги, что-то привезти, либо доставить. Такую помощь, либо это такая помощь в виде сухих пайков. Крупы, растительное масло, консервы, овощи. Все понятно. Видимо, обстановка действительно сейчас под контролем. За это вам спасибо и желаем вам хорошего дня и будьте здоровы.